Добрый день, дорогие друзья! И здесь, в этом роскошном актовом зале Московского государственного университета, что мне, как выпускник университета, особенно приятно. И позвольте сразу начать с того, чтобы огласить приветственную телеграмму президента Российской Федерации в адрес фестиваля. Итак, приветственную участников и гостей фестиваля Москва встречает друзей, которые традиционно собирают талантливых юных музыкантов из многих стран мира. Ваш форум постоянно расширяет свою географию. В этом году в нем принимают участие свыше 2000 исполнителей из более чем 50 государств, открывая дорогу к профессиональным вершинам. Фестиваль знакомит молодых музыкантов с искусством и традициями разных народов. Уверен, что нынешняя встреча еще больше сблизит от даетную молодежь, от которой зависит сохранение и приумножение культурного наследия наших стран. Желаю всем участникам удачи и вдохновения, а зрителям ярких и забываемых впечатлений. Дмитрий Петветьев. В адрес организаторов участия в гостей фестиваля пришли также приветствия патриарха Московского музея Руси Кирилла, министра культуры Российской Федерации Александра Пьева и многих-многих других официальных лиц, деятелей культуры. И это понятно, потому что этот фестиваль уже восьмой по счету завоевал прочную репутацию, международную, приобрел известность. И Владимир Стиваков со своими коллегами делает, конечно, огромное дело по сближению нашего культурного пространства в самом широком международном плане. О том, что этот фестиваль в Москве собирает именно юные таланты, это гарантия того, что и в будущем они будут дружить и будут приумножать культурную славу своих стран. И хочется надеяться, что эти встречи в Москве никогда не забудутся. Этот фестиваль восьмой открылся изма торжественно и пышно в Светлановском главном зале Московского Международного Дома Музыки. Ну, а сегодня заключительный аккорд фестиваля. Приятно, что присутствуют самые юные слушатели, а не только маститые меломаны и поклонники детских талантов. Итак, открывает наш смотр ансамбль санистов в городе Мальчиков из Эстонии. Руководитель этого коллектива Лидия Рахула, партия Фетебиана Томми Рахула. И в их исполнении вы услышите два произведения. Это «Валгаре на слава карма» «Вновь наступила весна» и «Таниэль брейк пламени». Итак, встречайте хор Мальчиков из Эстонии. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 что и высокие официальные лица, и аккредитованные в Москве послы заубежных стран так близко принимают к сердцу участие маленьких, больших артистов из своих стран в этом фестивале. Я приглашаю на сцену чрезвычайного полномочного посла Республики Азербайджан в Российской Федерации. И здесь вместо того, как народ, у нас есть стадия партнята, команда Курякты. Спасибо, спасибо, дорогой друг. Вы знаете, сколько вы меня подвинули, петь я сегодня не буду. Я хочу обратиться к своим молодым друзьям, музыкантам. Я хотел бы поблагодарить Владимира Теодоровича Спивакова за то, что он придумал этот фестиваль. И за то, что уже восьмой раз в столице Российской Федерации, в Москве, проводится такое замечательное музыкальное мероприятие. Я думаю, что это особенно важно сейчас, когда мы живем в разных странах, когда сегодня очень важно воспитывать у молодежи толерантные отношения друг к другу, к культуре своих соседей, к культуре других стран. Я думаю, что те дети, которые приезжают сюда в Москву на этот фестиваль, никогда ни о нем не скажут дурного слова, тем более о своих соседях. Потому что это музыканты, потому что они познакомились и подружились в Москве, потому что они понимают, что жить надо в добра соседстве. И поэтому мне кажется, что это имеет не только музыкальное значение, это имеет большое общественное значение, это имеет огромное значение для наших будущих взаимоотношений, потому что вот эти сегодняшние дети, которые выступают на этой сцене, это наше будущее. Я хотел бы поблагодарить замечательного человека, господина Беллсу, который находит время при всей своей занятости провести это молодежное мероприятие. Потому что важно, чтобы дети видели вот такого элегантного человека, большого специалиста, академика, который выделяет свое время детям. Так что я очень горд и счастлив, что нахожусь с тобой на одной сцене. Да. Вы знаете, я прислал вот эти цветы в знак уважения к всему тому, что здесь происходит. Я счастлив был, что сегодня два участника из Азербайджана будут представлять вам свое искусство. Это наш замечательный мальчик Ельвин Ганиев, который является внуком замечательного азербайджанского скрипача Сагара Ганиева, человека, который имел все самые высокие звания, народного артиста, профессора. У него и дети музыканты, и сын у него скрипач, но сегодня внук блестяще продолжает делом своего дедушки. Вы услышите Азербайджанский народный инструмент «Канон». Это один из древних музыкальных инструментов, и сегодня наша молодая солистка будет исполнять на нем европейское произведение, что очень интересно само по себе. Я хочу поздравить всех, и взрослых, и детей, но особенно тех музыкантов, которые выступают сегодня на этой сцене. Я хочу пожелать им всем большого будущего, больших успехов, всего самого-самого доброго, и чтобы они всегда помнили о своем выступлении в Москве. Спасибо, Ваше происходинство. Я думаю, что доброе напутствие, что знаменитого человека останется в памяти участников фестиваля. Действительно, Азербайджан весьма достойно представлен на этом фестивале, и вот уже Маландыбович анонсировал, что сейчас на сцену выйдет скрипач, Эльвин Ганиев, который уже за только вот 2010-2011 год принял участие в 15 фестивалях. Он уже лауреат конкурса имени Винявского, одного из самых престижных конкурсов среди скрипачей. Он имеет медаль от самого папы Римского, которую тот вручил ему в 2010 году. Ватикане, в Минске он принимал участие вместе с ритуозами Москвы и Владимира Смиракова в фестивале. И, в общем, это очень и очень перспективный скрипач. И учится он в Германии у Захара Брона, прославленного педагога, который воспитал целую плеяду теперь знаменитых скрипачей, таких как Максим Бенгеров, Падим Ребен и так далее. В исполнении Эльвина Кадеева услышит цыганский напевый сарасады а партия фортепиана на Румина Кадеева. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Вот видите, гиртуозу может быть не только играли на скрипке, но и накануне. Тут все зависит именно от мастерства исполнителя. И вот вы слышите сейчас о рождении виска в таком исполнении, в каком и сам автор не слышал. А сейчас продолжает нашу эстафету юный сэкспонист из Армении. Его зовут Артем Дафтян, партия фротипиана Лусины Карабетян. И в исполнении Артема розничную фантазию Деверсмана. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok фестиваля «Москва встречает друзей». Так что вы все сможете еще раз насладиться на видеоканале YouTube. Канал называется «Спиваков Foundation». А сейчас уже завершается предварительность сцены для того, чтобы здесь появился ансамбль добристов «Умид», что означает «Надежда» из Казахстана. Руководитель этого ансамбля – фулкаризат Ултарахова и прозвучит пупырит на народные казахские песни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Казахстан. Казахстан. Приведите еще раз на сцене. АПЛОДИСМЕНТЫ И я попросил бы, чтобы сюда на сцену поднялся чрезвычайный полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации и Республике Беларусь, его превосходительный господин Диего Токону. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Украина дарила цвета для детей своих посланий. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Колумчур, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ КОПУРИВ ОЗЗВЕКТИС displays Колумύски, ПРОЩИА, Украина. Мworking. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Большое спасибо за приглашение приехать на ваш фестиваль. Которые получили музыканты из Колумбии, из города Меделина, это промышленный город Колумбии, а также из Колумбии страны, которая является как бы дверью в Латинскую Америку. Страна очень красивая, страна вор-ан. У меня мало, что могу добавить к тем словам приветствия, с которыми обратился к фестиваль президент России Дмитрий Медведев. Большое спасибо маэстро Спивакову за работу, которую проводит фонд Спивакова по знакомству России, культуры России и знакомству с культурами других стран. Большое спасибо маэстро Спивакова. Спивакова. И как сказал маэстро Спивакова Пелзен. Этот фестиваль – это встреча друзей, это встреча различных культур, встреча различных языков, встреча в Москве. В этом зале присутствуют также колумбийские граждане, которые благодаря щедрости, которые благодаря политике Советского Союза, а потом России, смогли получить образование. Колумбия и Латинская Америка хотят быть ближе к вам, ближе к России, ближе к Азии, ближе к всем странам, которые представлены здесь. И быть ближе к всем вам, каждому из вас. Hace dos semanas vi el entusiasmo del pueblo de Moscú con mi compatriota Shakira. Я также могу заметить, что в Сочи очень тепло принимают и колумбийский кофе в Москве. И все лучшие представительницы российского народа, и девушки, и бабушки, и даже партюшки говорят, что мы хотели. Спасибо за просмотр! И из этой прекрасной страны приехали в Москву музыканты представлять свое искусство. Для них участие в этом фестивале представляет очень большую важность, очень большую школу. Мы обнаружили инструменты музыканты, формы различные для интерпретов, и теперь, слушая молодые из Казахстана, сказали, что свои альтернативные для интерпретов из Казахстана и Венесуэля. Спасибо за просмотр! Спасибо за организацию этого фестиваля, который вносит большой вклад в то, что делает мир более толерантным и сближает нашу народу. В конце концов, в конце концов, в конце концов, в конце концов, в группу Меретин и Антиловья, в конце концов, в конце концов, в исполнении коммунских музыкантов, они исполнят для вас очень известную в Колумбии песню, которая называется «Колумбия. Моя Родина». Спасибо. Несомненно, Колумбия стала нам гораздо ближе после выступления господина посла, а сейчас ее приблизит нам колумбийский музыкант. Этот ансамбль вчера с большим успехом выступал в Московском доме музыки в концерте, который назывался «Свет надежды». Итак, перед вами ансамбль колумбийской музыки юношеского симфонического оркестра Антиокии в составе Диего Сьерра, Симон Диаз, Алехандро Муниус, Хорхе Оспина, дирижерка-пилот Хиральда и прозвучат два произведения «Веселый рыбак Бароса» и «Моя Рудача Альвареса». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Государственники от живущих фестивалей действительно выходит за рамки музыки, за рамки искусства. Он имеет большое значение социальное и общественное, если хотите даже политическое значение. И удивительно, что он свое приветствие фестивалю прислал не только министр культуры нашей страны, но и министр иностранных дел среди лавров. В этом приветствии говорится. За время своего существования ваш форум, собирающий в российской столице тысячи юных артистов и художников из разных государств, стал органичной частью культурной и общественной жизни нашей страны, одним из перспективных проектов международного гуманитарного сотрудничества. Его девиз «Формула бесконечности» отражает постоянную тягу человечества к красоте и созиданию, важность при общении молодежи к непригодящим ценностям общего культурного наследия. В нынешнем году фестиваль проходит на фоне масштабной программы уникальной культурно-гуманитарной акции в рамках перекрестных годов, впервые организуемых в истории отношений России с Англией и Испанией. Уверен, что это повысит эффективность предпринимаемых фондов усилий, будет способствовать утверждению атмосферы дружбы и взаимопонимания на общем европейском пространстве и в международных делах в целом. И вот сейчас в рамках перекрестного года России с Испанией выступит испанская скрипачка Алисия Рандо. Она из Мадрида, но ряд многих национальных и международных конкурсов, участвует в телевизионных программах, уже очень опытный исполнитель. В ее исполнении вы услышите Паганиана Баганиниана Микштейна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 А сейчас привет из Одессы, который нам привез образцовый коллектив, лауреат национальных, украинских и международных конкурсов ансамбль «Браво», его художественный руководитель Оксана Ливанова. И этот коллектив буквально сюда пришел прямо с поездом. Они только что приехали в Москву, но они же одесситы, и их номер, кореографический, как это так и называется «Мы одесситы». Украинские�� брюшки «Леви» АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА